Шалом! И добро пожаловать на Вахафта, Исраэль! Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Вы кандидат на Божье откровение? Что это значит? Когда Бог смотрит на нас и, между прочим, на каждого человека, Он постоянно оценивает нас. Он знает наши мысли, Он знает наши желания, и Он знает все, что мы делаем. И вопрос, на который нам надо ответить, такой. Если бы Бог дал нам откровение, то есть водительство с духовной точки зрения, чтобы посеять в нашу жизнь Его истину, дать нам небесную перспективу, будем ли мы теми, кто возьмет это и надлежащим образом применит к своей жизни, чтобы нам исполнить Его цели, чтобы нам ходить в Его воле и чтобы проявлять Его славу? Все эти вещи представляют ли интерес для нас? Задать этот вопрос можно и по-другому. Мы можем просто спросить, вы ученик Мессии? Потому что ученик хочет учиться для того, чтобы применять это в своей жизни. чтобы исполнить волю своего учителя, на иврите Рабби, чтобы исполнить Его цели, чтобы проявить Его характер в своей жизни. Итак, спросите себя еще раз, вы поистине кандидат на откровение? На то, чтобы Бог инвестировал в вас, зная, что вы произведете хороший плод? С этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея. В Евангелии от Матфея, 13 главе, Евангелие от Матфея, 13 глава. И в конце прошлого занятия мы видели, что Мессия, его семья пришла к нему, его мать, его братья и сестры, и он сделал очень значимое утверждение. Он просянул руку, указал на своих учеников и сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои, и сестры мои». Кому он относил эти слова? К тем, кто научится и затем применит это в своем поведении. Я говорю это все время. Человек спасается не своим поведением, но, будучи спасенным, пережив обновление от Святого Духа, став новым творением во Христе. Нет сомнения в том, что он должен быть послушным Богу и вести себя по-другому. Вот что имел в виду Иоанн Креститель, когда сказал, «Сотворите же достойный плод покаяния». Итак, в этом месте Писания мы видим, что Мессия намерен бросить вызов слушающим Его. И я надеюсь, что вы также побуждаемы этим, и что мы пройдем испытания, что мы примем этот вызов, и что мы в самом деле хорошие кандидаты на принятие Его откровения. Что Он взглянет на нас и увидит тех, в кого Он хочет вложить, вести нас, направлять нас, давать нам небесную перспективу для одной цели, чтобы мы принесли много плода. От Матфея 13 глава 1 стих. Мы читаем здесь. «В тот день». В некоторых переводах сказано, «в тот же самый день». И это, вероятно, тот же самый день, но буквальный перевод «в тот день». И обычно, в Новом Завете, когда мы встречаем фразу «тот день», то речь идет о чем-то, что произойдет. Часто речь идет о возможности. Так спросите себя, «такой ли я человек, что когда Бог дает мне возможность, духовную возможность, откликнуться так, чтобы это было угодно Ему, чтобы исполнить Его цель, чтобы это было по Его воле, чтобы это принесло Ему честь и славу, чтобы посвидетельствовать другим, что Он на самом деле Господь моей жизни». Откликнемся ли мы? Итак, мы читаем здесь. «В тот день Ешуа, Иисус из Назарета, выйдя из дома, это был Его дом. Ешуа сел у моря. И очевидно, море, о котором мы говорим, это Галилейское море, которое в сегодняшнем Израиле называют Кин-Нерат, так что Он находится в этом значимом месте. Точно то место, о котором говорит пророк Исаия, что откровение, Он использует термин «свет», что свет начнет сиять. И что происходит? Давайте продолжим. Мы читаем, что Он прошел и сел у моря Галилейского около Своего дома. и многие толпы. И вот что в точности тут говорится. Не просто большая толпа, но множество толп. Подразумевается, что многие толпы собрались к Нему. Итак, многие толпы собрались к Нему, так что Он сделал что-то. Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. Обратите внимание на эту последнюю фразу. На греческом языке это всего лишь одно слово. Они стояли. Но вот что важно. Это уникальная грамматическая конструкция. В греческом языке она называется «плюперфект». И что она означает? Что ж, эта грамматическая конструкция всегда показывает дистанцию. Я использую термин «то, что отдалено». И хотя Мессия был в лодке, лодка была близко к берегу, люди стояли там и могли слышать все его учения. Поймите, что эта толпа людей сами по себе, хотя физически они были близки, духовно они были далеки. А почему? Что ж, Мессия приведет им причину. Почему? Потому что, опять-таки, Он будет доносить библейскую истину через притчу. Я хочу сказать это снова. Притча это утверждение. Обычно история, иллюстрация происходит от еврейского слова, которое означает «управлять» или «править» вашей жизни. И если мы мудрые, если намерены быть угодными Ему, необходимо, чтобы Его притчи, которыми Он учил так часто, управляли нашей жизни, чтобы Его истина правила. Необходимо, чтобы они имели господство над нами. Итак, еще раз. Эта группа людей стояла на берегу перед Ним. И что произошло? Что ж, мы видим, что и поучал их много. И вот оно. Притчами говорят, «Вот вышел сиятель си. сиятель 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 сиятелью, «Вот вышел сетель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге». Это то место, по которому путешествовали люди. Это дорога, путь, по которому они путешествовали. И это значит, что семена были уязвимы. И мы видим, что сразу же, потому что нам сказано в середине 4 стиха, «И налетели птицы и поклевали то». Но будет приведена и другая ситуация. Семена упали не только при дороге, но мы увидим, что они упали и в другое местоположение. Иное упало на места каменистые, то есть на каменистую почву. И мы узнаем из текста, где немного было земли, «И скоро, поскольку земли было немного, и скоро взошло, потому что земля была не глубока». И что произошло? Что ж, продолжаем читать. 6 стих. «Когда же взошло солнце?» «Увял». Что значит, поскольку не было достаточно земли, эти семена быстро вошли, но были очень уязвимы, и солнце опалило их. Поскольку они не имели корня, они увяли. Они завяли, и подразумевается, что очень быстро. Теперь посмотрите 7 стих. «Иное упало в тернии». И тут сказано «и выросла терния». Что значит, что выросли и семена, и терния. Что случилось? Терния заглушила. Тут сказано буквально «выросла терния и заглушила его». Значит, и такие семена тоже не принесли плода. Итак, у нас в это время три возможности. При дороге, на камни, в тернии. И мы видим, что большинство семян тут не принесли много плода. Нет позитивного результата. И это говорит нам, что большинство индивидуумов не будут плодоносными. Их жизнь не будет такой, как ожидает сиятель. А он – сиятель. Она не оправдает его ожиданий. Продолжаем читать. Посмотрите, пожалуйста, 8 стих. «Иное упало». И вот ключевой момент. На добрую землю. Поймите следующее. Это слово «доброе», я учу об этом часто, связано с волей Божьей. Так характерно, что в этой притче Мессия не только говорит, что это добрая почва, но что делает ее доброй – связь с волей Божьей. Есть неразрывная связь между землей и волей Божьей. Мы часто это видим в Писании в связи с Израилем. Но нам надо применить это и к себе лично. Что насчет нас с вами? Неразрывно ли мы связаны? Есть ли у нас желание? Посвящены ли мы воле Божьей? Если нет, тогда мы не являемся доброй землей. Мы не та почва, в которой это семя пустит крепкий корень, чтобы привести много плода. Так что Мессия говорит нам здесь, что если мы Его ученики, если мы часть семьи Божьей, если мы индивидуумы, являющиеся кандидатом на получение откровения от Него, тогда мы должны быть заинтересованы. И вот ключевой момент. Заинтересованы в воле Божьей. Еще раз восьмой стих. «Иное упало на добрую землю и принесло плод». И имеется в виду, что семя дало плод неоднократно, а продолжало приносить, приносить и приносить плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. И далее, заметьте, как заканчивается притча. Очень значимое утверждение. Тут просто сказано, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Эти слова должны быть знакомы нам. Почему? Если вы изучаете книгу Откровения, то вы знаете что-то. Во второй и третьей главах содержатся эти семь посланий к семи общинам, общинам верующих. И Мессия заканчивает каждое из этих семи посланий к этим семи общинам утверждениям. Утверждениям, что Бог ожидает, что мы будем победителем, что у нас будет победа в жизни, означает, что мы должны исполнить Его волю. И далее Он говорит, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит». Также позже в книге Откровения в 13 главе мы видим, что враг, я говорю об империи Антихриста в последние времена, Он, Писание делает на этом акцент, Он будет вести войну со святыми и временно победит нас. И далее сказано, «Кто имеет ухо, да слышит». Всякий раз, когда Он говорит это, Он говорит не массам. Эта фраза — буквальный механизм, говорящий, что слова направлены к верующим, к общине искупленных, к тем, кто поистине Его ученики. Перейдем к 10 стиху. Ученики, заметьте, ученики и никто иной слышали эту притчу. И что они сделали? Они ответили. Они хотели услышать больше, они хотели понять ее значение. И прежде чем сделать это, заметьте, что Он говорит им. «И приступив, ученики сказали Ему, для чего?» То есть, по какой причине притчами говоришь им? Почему учишь их притчами? И заметьте, Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного». И вы обратите на это внимание. Он говорит ученикам, и это истина не только для тех учеников, что ходили с ним, жили и были свидетелями Его, служение почти 2000 лет назад. Но мы говорим об учениках в более широком смысле, имея в виду вас и меня. Подразумевается, что нам с вами дано знать тайны Царства Божьего. И Бог посеет эту истину. Он даст нам это откровение, если мы Его ученики. И заметьте, Он хочет, чтобы мы понимали все в изобилии. Посмотрите еще раз. Он говорит, Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Кто это те? Те, которые являются почвой при дороге, каменистой почвой, и почвой среди терния. Им не будет дано. Он говорит эмфатически. Снова посмотрите одиннадцатый стих в конце. «А им не дано». Двенадцатый стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Так что вы можете иметь немного духовного знания, но если вы не посвящены воле Божьей, тогда то, что вы имеете, будет отнято у вас с точки зрения понимания. Вы не будете возрастать в вере. Вы не будете возрастать в правильной перспективе. А почему он это делает? Почему говорит эти вещи? Потому что это серьезно. Потому что это имеет наивысшую важность. Какая его тема? Почти всегда это Царство Небесное. И если вы кандидат на откровение, то вы будете восприемником. Он будет учить вас своему слову посредством Духа Святого. Он будет учить вас тайным Царства Небесного. Посмотрите еще раз двенадцатый стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Тринадцатый стих. «Потому» Мессия продолжает говорить «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». А почему это? «Потому что он не хочет частичного посвящения». Вы скажете, «Как вы можете быть в этом настолько уверены?» «Потому что мы знаем что-то». Он поставит каждого индивидуума, будь он язычник или еврей, разницы нет. Он поставит каждого индивидуума. Мы придем к 25 главе, и там будет учение об овцах и козлах, и ничего между. Также в книге «Откровения» он пишет одной из семи общин «О, если бы ты был холоден или горяч». Понимаете, те, кто посвящены, они пожнут плод от своего посвящения, а те, кто против, они пожнут результат своего посвящения против него. но тех, кто тепл, он извергнет из уст своей, потому что они просто-напросто не заинтересованы. Так что в каком-то смысле он говорит, что те, кто имеет, они имеют немного посвящения, они имеют немного духовного знания, но мы увидим что-то. Мы увидим, и я могу привести примеры таких индивидуумов, что они понимали Евангелие. Они изучали Слово Божие, но они не сделали истинного посвящения. И после периода времени они изменили. Я имею в виду, что они могли понимать что-то из этого, но то, что они имели, было отнято от них. И теперь они прилепились ко всякого рода ересям и ложным учениям. Вот почему меня не удивляет, когда кто-то заявляет о себе, что он верующий. Я подчеркиваю, заявляет, но затем отрекается от веры и начинает прилепляться к вещам, противоположным Писанию Божьим. Вот это мы и видим здесь. То, что они имеют. И мы говорим не о спасении. Мы говорим о небольшом знании, о ложном посвящении, о ложном заявлении или исповедании. Мессия говорит, «Отнимется и то, что имеют». Почему? Потому что говорю им притчами, что они не видят и слыша не слышат и не разумеют. И дальше он говорит, избывается над ними пророчество. Не интересно ли, сколь много раз Мессия обращается к пророчеству и здесь он процитирует пророка Исаию. Все. Я делаю на этом акцент. Все, что сказал Мессия. Основание этого находится в Танахе, в Еврейской Библии, в Ветхом Завете и особенно, особенно в пророка. Итак, он говорит здесь, снова посмотрите, 14 стих. «Избывается над ним, не над учениками, но над ним, пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, но не увидите». Это важно, потому что он говорит о видении. Они видят, но у них нет восприятия. У них нет того откровения, которое связывает все вместе так, чтобы мы могли понять, как мы и упоминали раньше. Явления Божьи, тайны Царства Небесного. Но когда у нас есть истинное посвящение, когда мы те, кто заинтересован, и не забывайте этого, в воле Божьей мы понимаем, что Мессия, Его Дух, Святой Дух, Он будет инвестировать в нашу жизнь. и мы увидим, как Бог Отец прославил Бога Сына, и Его служение будет действовать через нас. И Его Дух Святой будет наделять нас силой, будет просвещать и вести нас тем, чтобы мы были плодоносны и принесли плод в сто, девяносто, шестьдесят и тридцать крат. Он хочет, чтобы мы были плодоносными индивидуумами, но те, у кого нет посвящения, кого не интересует воля Божья, что тут сказано? Он говорит, они не воспримут. Заметьте, почему? Ибо огрубело сердце людей этих. А чем оно было огрублено? Вещами этого мира, вещами, которые не связаны с волей Божьей. А когда мы не заинтересованы в воле Божьей, наши сердца ожесточатся и огрубеют. «Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, то есть истине трудно проникнуть. И глаза свои сомкнули». Почему? Все это происходит из-за отвержения вещей Божьих. Им было дано, но они не принесли плод. Они — та почва при дороге. Они — та каменистая почва, тернистая почва, где клюют птицы, где заглушают терния, или где опаляет солнце и все увядает. Вот что он говорит, и смотрите дальше, что он говорит в последней части. «Да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Да? «Чтобы я исцелил их». Он говорит здесь, что этого не произойдет. Почему так? Нет истинного посвящения. Если они сделали исповедание веры, это было ложное исповедание. Им вещи Божьи не интересны. А потому их глаза, их сердце, их уши, все это пройдет через процесс. И вот чему он учит нас. Когда человек не посвящен, когда Бог делает откровения и они не откликаются, какой результат? Их сердце грубеет. Когда Бог дает нам свое откровение, посвящение, свет через Духа Святого, истину, он проливает свет на свое слово, но мы не откликаемся на него, наши глаза будут медленно, но верно закрываться. И в наши уши трудно будет проникнуть истине. Понимаете, все это происходит когда что? когда мы не хотим брать истину и применять ее к своей жизни с тем, чтобы воля Божья была исполнена, его имя прославлена и его цели исполнены. Если мы те, кто стремимся к исполнению своей воли и думаем, что Бог для того, чтобы исполнить ее, мы обманут. а такой настрой ума приведет к тому, что мы будем видеть все тускло, не будем воспринимать вещи правильно и наше сердце будет каменеть. Иначе говоря, Слово Божье говорит нам здесь, если мы хотим быть людьми, которые произведут много плода, мы должны быть учениками, боящимися Бога. На этом закончим. Шалом! Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.